На фестивале научно-популярного кино Future Dog прошла мировая премьера фильма «Пространство Лобачевского». В Пермь приехала директор Института математики и механики Казанского федерального университета Екатерина Турилова, которая представила картину вместе с режиссером. О том, когда мы сможем увидеть этот фильм в прокате и кто выступил с инициативой по его созданию, узнаем в нашем следующем сюжете. Мы в музее Николая Ивановича Лобачевского Казанского федерального университета. Именно здесь проходили съемки фильма «Пространство Лобачевского», который в широкий прокат выходит уже с 11 мая этого года. Режиссером выступила автор десятка документальных фильмов, выпускница режиссерского факультета ВГИКа Екатерина Еременко. Для меня документальное кино ценно тем, что я люблю снимать людей здесь и сейчас. С «Пространством Лобачевского» это первый раз я обратилась к исторической теме. Я не люблю, мне кажется, немножко дешево снимать, знаете, когда вот эти дешевые реконструкции, когда люди в каких-то париках с припудренными носами бегают, изображают из себя какое-то древнее время. И мы придумали снимать современное время, современных людей, и делать так, как будто бы Лобачевский только что тут был, вышел в соседнюю комнату. И очень актуальная интерпретация этих событий прошлого в наше время. Предложение стать режиссером фильма о Лобачевском поступило ей от шеф-редактора авторских телепрограмм Казанского федерального университета Юрия Алаева. Мы с ней познакомились, я сделал интервью с ней для университета Юрия, смотри, побеседовали, и потом уже вне эфирного времени, обсуждая разные перипетии, у меня возникла такая идея, я ей предложил вырукать, а вот математика, почему не посмотреть, вот, например, у нас абсолютно неординарный был ректор Лобачевский. Она этим соинтересовалась. Математическая тема близка Екатерине Еременко. Она выпускница с красным дипломом механико-математического факультета Московского государственного университета. И были даже планы продолжить образование по этому направлению, но в итоге по семейным обстоятельствам отказалась. Работала в модельном бизнесе, на телевидении, и параллельно закончила мастерскую кинорежиссера Марлена Хуцеева. И как-то мы какое-то время спустя перезвонились, связались опять, стали обсуждать уже более детально, что может быть, как может быть. Ну, где-то вот полгода ушло на разные эти переговоры, утряски. Я предлагал какие-то сценарные ходы, она какие-то вещи предлагала. Потом началась работа непосредственно над фильмом. Я обговорил это с ректором, он это воспринял, я бы сказал, с оптимизмом саму идею. Вот мы его сделали там за почти год, наверное. В самой картине Екатерина Еременко общается с учеными из Германии и России, отправляется в Казань, где Лобачевский совершил свои научные открытия. Этот фильм в первую очередь о современной России через призму истории 19 века, где Каус, Кант, Магницкий и Николай I перестают быть именами из учебников. Мы в императорском зале Казанского федерального университета. Именно здесь, в декабре 2019 года, впервые был показан фильм пространство Лобачевского, на вручении премия имени Николая Ивановича Лобачевского. Зрители узнали, почему математик похож на кактус, и почему Лобачевский назвал свою геометрию воображаемой. Илья Андреев, Виолетта Басова, Ленардо Влетьяров, Универньюс.